так что сегодня у нас очередной рейд по магазинам идем массимо дути сегодня у нас меню массимо дути посмотрим что у нас там есть новенька к весне может быть найдем что-нибудь интересное проходим за ручку не идем сегодня что тут уже новая коллекция но мы не пойдем сегодня в зору идем дальше как это зора массиво дути совсем рядом вот они вдруг нам против дружки находятся вот он вот она вот она ну пока мы тут будем гулять по массе мы дуть я вот что хотела вам рассказать на самом деле массиво дути был основан в 1985 году как магазин мужской одежды и женскую одежду начали продавать только с 1995 года вы представляете себе а имя массиво дути мне просто было интересно откуда оно взялось потому что это как бы такое мужское имя думаю что это имя дизайнер или что-то такое но оказалось что это нет это просто вот придумали имя мужское для того чтобы обозначить что магазин мужской одежды потом стали в нем делать женскую одежду продавать и так далее но имя вот как так осталось привет привет мы в массиво дути я наверное потом включу озвучку потому что здесь музыка так играет что я боюсь что меня я тебя за штрафует за то что я использую музыку без лайсенсов значит я взяла кое-какие вещи сейчас померяем некоторые с клиренсом некоторые с целыми с новой коллекцией буду смотреть что здесь симпатичного красивого окей давайте верить первое платье такой коричнево-синий гаммы достаточно мрачное совсем не весеннее но лежит красиво очень такое вот кстати девочка продавщица одарила меня таким взглядом ты ж моя китя сделал мне контент да так вот платье достаточно мрачного цвета но при этом красивая такой под шифон красиво лежит красиво струится ткань в общем понравилось оно мне симпатичное платье немножко оно мне было велико но в принципе ничего так под поясок неплохо здесь я надела свитер на него принесла такой синий свитер в тон к нему к синим цветам на платье светло-голубой синий-голубой такой свитер одела померить как это будет выглядеть выглядело вполне себе так неплохо вот значит свитер свитер размер м стоил 69 долларов по моему он даже был на селе а платье стоило 199 это был восьмой американский следующее платье такое знаете верх трикотажный а юбка плессированная шелковая и она такая длинная просто я не знаю ли ты я такая маленькая или это массиво дути рассчитывать на таких высоких высоких тетенек ну вот я его делал конечно с поясом потому что без пояса мне кажется она выглядела хуже с поясом всегда все выглядит хорошо неплохое платье но такое обычное знаете простоватый вот этот верх как майка трикотажный размер м стоила 169 долларов дороговато мне кажется для такого платья здесь я решила попрость монохромный лук это блузка коричневая и шелковая коричневая юбка что-то у меня в этой юбке так живут как-то выделяется некрасиво ну как есть вообще шелковый атласный вот это вот он достаточно выделяет живот здесь я тоже надела пояс к этому комплекту это мой пояс которым я пришла черный может он не совсем подходит коричневой блузке и к юбке но у меня был черный пояс у меня черные ботинки так что может это и неплохо кстати пояс как-то сгладил немножко торчащий у меня живот в этой юбке и вот вроде это выглядит вот сейчас новый вариант это выглядит то же самое но это не то же самое я блузку вытащила наружу из юбки не стала заправлять и просто за за под пояс тоже вот надела кстати чтобы прикрыть живот хороший вариант ну и вот желтенький свитерок который очень освежил этот комплект желтый с коричневым вообще хорошо выглядит я решила померить вместе получилось неплохо действительно красиво такой яркий весенний цвет солнечно такой я бы сказала вот теперь тут я тоже значит надела пояс как я люблю это делать и опять же как черный пояс может быть не совсем подходит сюда но коричневый у меня не было но опять же у меня черные ботинки так что в принципе это вполне себе нормально ну конечно коричневый пояс бы подошел больше но то что у меня было с собой то я примеряла а еще можно этот желтый свитер ну как вы знаете вот так просто накинуть на плечи не одевать на себя просто как такую иллюзию накидки создать и в общем тоже утеплиться таким вот образом чипка стоила 169 долларов размер medium а кофточка стоила 99 и это размер 6 американский вот очень мне понравилось это платье с запахом такое тоже коричнево-черный расцветки тоже мрачновато как-то как-то не по весеннему ну вот то что у них сейчас есть магазине вот я очень люблю этот фасон платье запахом потому что он очень как бы подчеркивает фигуру создает талию мой любимый фасончик платье тоже такой под шифон очень такой струящийся красиво юбка лежит красиво сидит очень удобно хорошо сделано вот знаете вот эти пуговички сбоку которые застегиваются чтобы создать запах на самом деле это не пуговицы а кнопки и это очень удобно потому что с пуговицами там вечно такая морока застегнуть было она на селе стоило 119 долларов а вообще-то она стоила с 919 очень недешевое платье вот я еще принесла с собой брюки такие вельветовые кирпичные брюки я вообще брюки не люблю и не очень их ношу но что-то я решила на попасть какой-то там не все платье платье юбки какой-то такой кежу лак вот я примерила их с желтым свитером примерила с этим синим свитером мне как-то это все это не очень нравится это и липи твой брюки мне не подходят никто вообще брюки не понида брюки такие нету якобы или такая не знает ну в общем так себе как-то это все не очень вот решила все-таки на брюки чтобы нести какое-то разнообразие как-то так чтобы не только юбки и платье лучше померилась этой кофтой шелковой, но это совсем-совсем-совсем получилось плохо. Ни текстура, ни цвет, как-то все это так совсем не совпало и получилось неважно, совсем нехорошо. Ну, бывают проколы, что-то поделаешь. Не всегда все хорошо. Значит, кстати, брюки были на сейле и стоили 25 долларов. Ну все, ребятки, вот такой у нас получился сегодня заход в Масиму Дуте. Я не готовилась, особенно просто так вот пришла и решила, чтобы пометь, посмотреть. Здесь вещи красивые, на самом деле, но очень дорогие. Все такое было синий-коричневый. И самое смешное, что я сегодня одета тоже вот так вот. То есть я оделась так с утра, а пришла сегодня к Масиму Дуте и тоже выбрала вещи, все, которые такие синий-коричневый цвет. Совершенно, ну как-то не особо думая об этом, но, видимо, это у меня сегодня такое настроение. Синий-коричневый мод. Окей, увидимся совсем скоро в следующем видео. Бай-бай. Всех целую. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok